Привет, мои зрители, это Электроник, и в этом гайде по оружию я познакомлю вас с пулеметом Пай Тайк. Это мой первый гайд по пулеметам, и я неспроста первым выбрал именно его. Он собрал себе черты типичного пулемета, причем достаточно сбалансированного в своем классе. Внешне он чем-то напоминает Элсад из второго Блэк Опс, хотя и не имеет реального прототипа. Многие по Блэк Опсу должны помнить, каким было любимым занятием на ноктауне, держа на руках пулемет, особенно на хардкоре. Правильно, тотальный хаос и прострелы всего и вся. В принципе, это и есть вся суть пулемета. Не жалеть пули для достижения цели, чаще стрелять и делать прострелы, занимать важные точки, поддерживать сзади рашера с птшками или автоматами, добирая спреем подранков. Практически то же перенеслось и в Advanced Warfire, разве что карты стали что ли немного меньше, а стены стало пробивать немного тяжелее, в отличие от любимых нами картонок, как было в Код-4 и Бо-2. Но зато в новой части карты стали более открытыми, многоуровненными из-за специфики новой части. Отсюда и сохранение актуальности пулеметов. Пайтайк пригодится для дефа точек на найти и уничтожить. Его длинная лента на 100 патронов спокойно может разложить целую толпу прущих недругов. Также им, пользуясь старой уловкой, можно как бы прощупывать стены и нащупав хитмарки начинать стрелять. Гранатами тоже можно, но их жалко. Также им можно неплохо контролировать точки на доминации и хардпоинте, где пуль хватит на все про все. Ну и на комбой пулемет тоже не подведет. Но так как с ним лучше не идти первым в раж, то хорошим помощником будет беспилотник, который был к тому же и палит часто меняющийся спаун. Конечно время от времени можно идти в раж, но тогда вы уже будете без преимущества против противников, так как у Пайтека скорострельность и урон примерно равна большинству автоматов и пистолет-пулеметов. Поиграв с ним примерно равное количество времени как на хардкоре, так и на классике, я не смог определить, где он лучше. И по моему мнению он будет хорошим везде. Конечно на классике будут более длинные серии, так как есть возможность исправить ошибку на ходу. А на хардкоре будет выручать длинная лента, которую не жалко на стрельбу за сжиму и рандомную прострелы на фар. На классике я не советую вам стратить бедраунд, так как шанс убить противника будет очень мало. А на харде из-за низкой скорости вскидывания советую ставить рукоятку для быстрого вскидывания. По урону Пайта где-то в топе. Он способен убивать с трех холд в 12,5 метров, нанося 40 хп урона. Дальше и урон падает, и после 30 метров он будет сносить уже 24 хп. То есть с 12,5 метров он будет убивать с трех пуль, затем с четырех, и после 30 метров с пяти. Скорострельность составляет 631 выстрел в минуту. В принципе, скорострельность и урон у него на уровне большинства автоматов. Но хромает скорость презрядки, аж целых 7 секунд. Хотя по-быстрому можно презрядиться и за 5,5 секунд. Но лучше не делать это без падальщика, особенно на хардкоре. Пробиваемость препятствий у него высокая, поэтому смелее прощупывайте стены, если у вас работал беспилотник или тем более противник по мечам. Мобильность у Пайта низкая, как и вскидывание и прицеливание, но и справляется перками. Пайта, как я уже сказал, это сбалансированный пулемет, не без изъянов, конечно. Разве что свойственных всем пулеметам. Но в целом этот пулемет грозное оружие, надающее себя в обиду. Как например некоторые дробоваки, полностью теряющие урон вдали, или снайперки, бесполезные вблизи. Плюсы примерно равносильны минусам, и моя положительная статистика это подтверждала. Среди плюсов все та же длинная лента и огромный носильный боезапас. Легкая контролированная отдача. Небольшой разброс, отсюда хорошая точность даже в спреи. Пробиваемость препятствий. И достаточное количество патронов для прощупывания стен. Также есть три модификации, убивающие как вблизи, так и на средней дистанции всего с трех пуль. Липхол, эксплойт и хестинг. Ну а среди минусов уже типичная всемедленная перезарядка. Низкая мобильность, но в данном случае не очень удобный прицел, который больше подойдет для хардкор режима, где попадать надо меньше. Так как с непривычки вести длинную очередь по маневрирующему противнику будет трудно. В целом урон и скорострельность у него примерно на среднем уровне, ближе к автоматам. Так как подтайк неплох, но имеет некоторые не совсем удовлетворительные параметры, то модули как раз делают игру с ним комфортной и исправят их. Реально полезными годами под этот пыли над модулями будет четыре. Один из двух коллиматорных прицелов, кому как нравится. Приклад, улучшенная нарезка и ручка для быстрого скидывания. А теперь я объясню мой выбор. Коллиматорный прицел. Так как у пайтайка при прицеливании открывается оранжевая голограмма, то кто к ней еще не привык, могут ее заменить на нейтральный привычный прицел. Или красную точку, или сопровождение цели. Они ускорят ваше прицеливание вблизи из-за полностью открытого устройства. А вдали теперь будет намного проще ловить противников в прицел, так как оранжевая голограмма больше не будет закрывать силуэт противников. Приклад. Но приклад, как по мне, он вообще требует быть установленным там, где медленно стрепишься, этим давая преимущество врагу в виде малоподвижной мишени. А уже с прикладом откроется возможность маневрировать, и теперь противников будет больше смазывать по вашему движущемуся силуэту. Также будет намного легче рашить и вести более агрессивную игру, где это надо, забыв про спринт между прицеливаниями, когда вы наиболее уязвимы. Улучшенная нарезка. Пайтак способен убивать с трех пуль, что есть его хорошим плюсом. Но на 12,5 метрах он уже начинает убивать с четырех, а улучшенная нарезка увеличила бы этот показатель на четверть до 15,5 метров. Это примерно высота пятиэтажного дома, чтобы глазомером примерно поставить величины на картах. Но если у вас уже открыта модификация, убивающая как вблизи, так и на средних дистанциях с трех пуль, дубхолл, эксплойт и хасти, то пропускайте этот модуль. Рукоятка для быстрого вскидывания. Она будет нужна на любом режиме, так как что там, что там, медленное вскидывание пайтака фатально для вас, когда вы с противником заметили друг друга. Да и пайтак, обладая самым медленным вскидыванием среди всех оружий, просто обязательно требует этот модуль. Когда пулемет в принципе должен выполнять функцию поддержки, по сути являясь тем же автоматом, но с дальнобойностью емким магазином, то стиль игры с пайтаком я характеризую как с поддержкой из спины напарников, контроль точек или флагов ввиду большого боезапаса, ну и раш, когда это необходимо. Отсюда и перки я выбирал для такого стиля игры, если конкретней, то мониторинг за противниками, скрытность и защита. Итак, первый слот. Тут пригодятся три перка. Легковес Lightweight, Серая мышь Lock profile и Саперный жилет Blackjack. Легковес нужен будет тем, кто играет более активно, часто вступая в раш. А так как скорость с пайтаком снижена на 20%, и это очень чувствуется, то выбрав Легковес, вы будете наравне составлены по мобильности. Саперный жилет пойдет для агрессивной игры, допустим, на точках на доминации и хардпойнте, защищает постоянно взрывающихся там гранат, а так же ракет с птичек и паладинов, или дронов. Ну а Серая мышь, как бы универсальный перк, скрывающий вас с мини-карты от легко набиваемого без пилотника. Второй слот. Я бы порекомендовал с уверенностью два перка, Невидимка, Блайнд Ай и Периферия. Первый защитит вас, убрав хитбокс от скоростриков противников, а второй, наоборот, расширит мини-карту из пари стоящих в дали противников, чтобы на изготове встречать их, зная с какой стороны они полезут. Третий слот. Тут я посоветую лишь один перк, который точно пригодится пулеметчику. Это заземление, хардвайр. Он не превратит ваш пулемет в груду бесполезного металла, ведь без мини-карты, которая как раз отслучается в зломом системы, вы теряете мониторинг за противниками, уже не зная, где они и с какой стороны пойдут. И зачем тогда вам столько пуль, если вы не знаете, куда даже стрелять или куда хотя бы приблизительно целиться. Можно, конечно, ставить подальше, как с Кевенджер, если любите делать прострелы и прощупывать стены, но в идеале двух став патронов должно хватить, но все про все. Тихий взрыв пригодится лишь для найти и спасти, или найти и уничтожить, где все палят мини-карту. На других режимах перк бесполезен. Стойкость, тогность не сильно нужна, так как с пулеметом чаще стреляете сидя или лежа, когда подскакивание прицела почти не чувствуется. Вот я и первый раз рассмотрел пулемет. В целом у меня хорошее впечатление о Пайтайке. Он достаточно сбалансирован, точен, имеет длинную ленту, наносит хороший урон среди остальных стволов в Advanced Warfire. Конечно, имеет и детские болезни всех пулеметов, как низкая мобильность и долгая прессорядка и медленное вследование. Но это все исправляется модулями. Ставя три модуля, коллиматорный прицел, приклад и ручку для выстрелов скидывания, Пайтайк превратится в нагибаторскую машину убийства, способную вблагаться за всеми пушками подряд. И в такой конфигурации вы дойдетесь хорошей статистики, а пулемет будет годен для любых ситуаций, как вблизи, так и вдали. Потому что Пайтайк по сути универсальное оружие, способно годоваться со всеми, и с ппшниками вблизи, и с автоматчиками на средних и дальних дистанциях. С ним можно и прикрывать товарищей, и даже выцеливать снайперов, особенно на хардкоре, где он мощнее всего. Также с ним можно и противостоять ппшникам. В целом у Пайтайка широкий спектр задач, и правильно подобрав модули и перки, вы можете их всех эффективно использовать. Его ТТХ позволяет подстраиваться под любой стиль игры. На этом заканчиваю гайд. Если вам понравилось, то ставьте лайк, продвигая видео. Также подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть остальные гайды, и быть в курсе новых. И комментируйте не стесняясь, возможно у вас есть свое мнение про Пайтайк. Пока и до встречи в новом гайде по оружию и скалобьюти. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok